что я вам хочу показать ребят красный график это инфляция индекс потребительских цен соединенных штатах америки синим уровень безупыточности десятилетних облигаций соединенных штатах америки что и привело в принципе к стряске совсем недавно на американском рынке ценных бумаг коррекции я вам просто объясню что это такое что это значит на рынке долго на рынке облигаций работают профессиональные инвесторы это пенсионные фонды которые размещают средства пенсионных накоплений это страховые компании которые страхуют риски но то есть это те игроки которые а профессиональный б которые не могут допустить очень высоких рисков и соответственно они свою деятельность выстраивают на основе достаточно сложных алгоритмов у них доступ к очень качественно аналитики дорогостоящие у них много из инсайдерской информации потому что они управляют очень большими капиталами не только своими да и им риск ошибки достаточно высок так вот в чем опасность этого графика друзья заключается в том что уровень десятилетних облигаций фактически показывает что происходит с инфляцией и это некий такой опережающий индикатор то есть с 2004 года я нарисовал вам эту картинку и что здесь можно увидеть можно увидеть что инфляция следует за движением этих десятилетних облигаций всегда сначала растут облигации потом идет рост инфляции облигации начинают снижаться какой-то промежуток времени инфляция начинает снижаться почему это происходит потому что а это профессиональные инвесторы б у них есть аналитика с у них есть доступ ну то есть формирование своих финансовых моделей они смотрят на индекс потребительских цен они смотрят на индекс товаров производителей они смотрят на грузоперевозки да то есть и соответственно есть алгоритмы которые непосредственно все это рассчитывает если вы видите они более сглажены то есть индекс безубыточности десятилетних облигаций он более сглажен движение по инфляции более амплитульная в процентном из них изменения от года к году и вот сейчас уровень безубыточности десятилетних облигаций попер вверх и попер очень и очень мощно что официальные цифры статистики по инфляции за ними не поспевают и находится он на назначение 2 и 2 то есть нужно понимать что современным лагом в пределах трех шести месяцев то что инфляция сша преодолеть значение 2 и 2 просто не приходится потому что умные деньги уже показывают что это так и есть и спрятать слона в мешке уже не получится на самом деле не представила графики уже утаить слона в мешке не получается уже у федеральной резервной системы не достаточно денег для того чтобы даже краткосрочные облигации удерживать на плаву почему это является опасным я сейчас расскажу вот рост доходности десятилетних облигаций и мы видим что они непосредственно растут что значит рост доходности облигации распродают то есть облигации продают доходность у них непосредственно растет ребят понятно сейчас говорю Потому что мне-то это интересно, я это все понимаю, и это классно. То есть я, смотрите, вам показываю сейчас причины следственной связи. Давайте я вам кратко резюме, что хочу сказать. Первое. Денег много, очень много. То, что инфляции нет, причиной тому, что эта денежная масса, она стерилизована фондовым рынком, потому что он находится на максимальных значениях раз. Два, то, что скорость обращения денежной массы, соответственно, низкая. Сейчас рынок нам уже сигнализирует, и доходность облигаций, безубыточности облигаций сигнализирует, что реальная инфляция в США уже составляет 2,2%. И облигации, и доходность продолжает расти. Расти критическими темпами очень сильно. Если говорить о том, я еще год назад высказывал гипотезу о том, куда мы можем упасть, я говорил, что первое падение 40% по индексу полной капитализации американского рынка. Не исключаю 60% в самом критическом случае, просто из-за того, что сейчас очень много физиков, из-за того, что они могут торговать с левериджем, из-за того, что у них будут значительные потери при снижении рынка. И что я хочу сказать? Что, когда будет падение, когда произойдет падение на 40% по индексу всех капитализаций американских рынков, а из-за того, что торгуют-то сейчас с левериджем, как минимум 1 к 2, что такое падение на 40% при плече 1 к 2? Убыток по портфелю частного инвестора, который просто, казалось бы, использует не такое уж и страшное плечо. Всего лишь 1 к 1. На 1 доллар собственных денег у меня 1 доллар заемных средств. При падении рынка на 40% с широкого рынка на 40% убыток инвестора составит 80%. 80% с каждых 100 долларов, которые сейчас есть на рынке, у человека останется только 20%. Это не диверсифицированный портфель. Это нет защитных инструментов. А если они есть, они будут слиты на просадке, потому что ему эту позицию нужно будет удерживать. С учетом того, что нет широкой диверсификации своего инвестиционного портфеля, что с леверидж используется, в конечном счете к чему мы придем? Потому что у каждого человека со 100 баксов денег, которые у него находятся сейчас на рынке, и он думает, что он мудрый, он охрененный трейдер и инвестор заработал свои 100-200% за 2020 год, вот и его 100-200%, которые он заработал, останутся процентов 40% в лучшем случае от изначальной цены. И что здесь начнется? А, все падает, нужно переворачиваться, нужно шортить. И здесь начнется открытие шортов на оставшиеся деньги. с максимальным плечом, каким только можно. И здесь, соответственно, придет второй удар, который произойдет, что рынок развернется, и люди просто потеряют непосредственно деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова